Друзья, всем здравствуйте, меня зовут Сергей, я технический директор компании Refrider, поставляющий моторы для лодок. Перед нами сегодня двигатель Refrider 100 Pro с фактической мощностью 130 лошадиных сил. Недавно в ролике с клубом Виллход мы прошли на этом комплекте лодка и мотор около 400 километров по Ладоге в одну сторону и обратно. Заняло это более 20 моточасов по счетчику мотора. Соответственно, на приборе загорелся индикатор, напоминающий, что пора провести первое ТО, оно через 20 часов проводится. Там не сильно расширенное ТО, идет замена масла в редукторе, в картере. И главная его задача это провести инспекцию основных узлов, соединений, электроподключений. Сегодня мы в сервисе клуба Виллход находимся и с помощью квалифицированных механиков клуба Виллход проведем техническое обслуживание. Сегодня с нами механик с более чем 20-летним опытом работы, с различными марками двигателя он работал. Сегодня он нам поможет обслужить двигатель Refrider. И стандартное техническое обслуживание обычно начинается с снятия колпака капота и визуального осмотра. Проверить на протечке, электросоединения, что все, в принципе, никаких замечаний к техническому состоянию визуально нет. Визуально осмотр завершен, никаких замечаний Вадим не нашел, соединения все на месте, никаких нет подтеков, ничего. Теперь мы проверяем узлы, такие как рулевое управление, механическое оно или гидравлическое. Все равно, при каждом ТО необходимо проверить наличие люфтов, все крепления двигателя к лодке проверяем обязательно, гидравлический подъем мотора осмотрели. Пока никаких замечаний нет, переходим к следующему этапу. Люфтов нет. Мы сняли кожух, чтобы более углубленно провести визуальную проверку. Здесь мы смотрим ремень, крепление маховика, бендикс, все соединения здесь тоже на месте, все гайки затянуты, ничего не разболталось. В принципе, ожидаемо, здесь все в порядке. Несмотря на то, что мы на 20 часов это делать необязательно, но мы это делаем проверяем. Следующий этап технического обслуживания – это замена масла в двигателе. Вот мы его аккуратно сливаем. Обратите внимание, что если лодка хранится в холодном месте, двигатель нужно прогреть или в теплом боксе подержать, иначе вы будете очень долго ждать, пока масло сольется. Есть вероятность, что не все сольется. Поэтому с теплого мотора сливаем масло, смотрим его консистенцию, есть ли там какие-то вкрапления, эмульсии. Проверяем. В нашем случае видно, что масло немножко поработало, но вполне себе качество хорошее. Замечаний нет. Наверное, внимательный зритель заметил, что мы не сняли масляный фильтр. После слива масла мы переходим к этому этапу. На нашем двигателе надо отметить, что фильтр стоит очень удобно, вниз отверстие, то есть в нем и так минимально масло остается, но после слива из картера он должен быть практически сухой. И, не знаю, видно-не видно, там под ним еще отформован такой поддончик. Если все-таки будет что-то капать, то масло не пойдет вниз, в воду, в ногу, то он соберется в этом поддончике, из него потом можно собрать это ветошью и убрать лишние капли. Масло в двигателе полностью слилось. Мы устанавливаем на место сливную пробку и переходим к замене масляного фильтра. Снимаем масляный фильтр. Фильтр мы сняли. Как и ожидалось, немножко с него масло накапало в поддончик или кветку, называйте ее как хотите. Вот сейчас остатки мы уберем ветошью. Задача выполнена, ни капли не попало в дейду, там никуда вниз, на пол, все останется чистое. Двигаемся дальше. Специалисты клуба Вилхот, где мы и делаем наше техническое обслуживание, посоветовали нам выбрать масла и смазки марки Квиксильвер морской серии. Они работают с ними давно. Квиксильвер перекрывает всю линейку под разные двигатели, в разные части двигателя. Смазки поворотных механизмов, редукторов, картер и более того, даже фильтра у них есть практически на все лодочные моторы. Поэтому с помощью этих смазок мы техническое обслуживание и завершим. Я и сам давно использую эти смазки Квиксильвер. Вот это у меня не первый мотор, нареканий не было, поэтому для рефрайдера я тоже залью Квиксильвер. Хочу напомнить вам, что рекомендуется фильтр, даже требуется фильтр, заворачивать только рукой. Не надо использовать ключ, потому что если перетянуть, то потом обратно вы его не открутите. И еще я попрошу Вадима, так как память вещь ненадежная, написать дату технического обслуживания на фильтре, чтобы потом через какое-то время можно было вспомнить, когда мы его последний раз сделали. Пока Вадим заливает свежее масло в двигатель, я прогулялся у ребят здесь по шоу-руму, и вот нашел такой уголок, где представлен Квиксильвер. Здесь как раз можно увидеть, что любой мотор двухтактный, четырехстационарный, подвесной, жидкость для триммирования, для гидравлических систем, все виды смазок, все есть у Квиксильвера. Будете проезжать по Дмитровскому шоссе мимо Яхрымы, заезжайте к ребятам, у них и масла, и какие-то запчасти, рекомендую, все есть. Ну что, масло залито, как и написано в инструкции, залили мы 3 литра 200 миллилитров. Давай, Вадим, проверим уровень. Мы видим, что уровень чуть-чуть ниже максимума, что, в принципе, очень даже хорошо. Переходим к замене масла в редукторе. Специалисты Велхода рекомендуют в моторы выше 60 сил заливать полусинтетическое масло. Вот масло High Performance серии, как раз до этого очень подходит. Перейдем к делу. Во время обслуживания редуктора специалисты сервисного центра Велход не только меняют масло, но и делают обязательную инспекцию грибного вала винта. Для этого они снимают винт, осматривают вал, делают инспекцию сальников, затем наносят свежую смазку на вал и собирают все обратно. Вот в процессе обслуживания мы обнаружили здесь намотана трава. От нее, конечно, никакого вреда не будет, но если на ее месте окажется леска, точит сальники и после этого мы имеем эмульсию в редукторе, а затем поломки. Поэтому инспекция необходима. Каждый раз делайте. Самое страшное для любого водомоторника – это увидеть при сливе масла из редуктора эмульсию или какие-то посторонние вкрапления. Здесь мы видим, что масло чистейшее, все отработало отлично, что показывает качество мотора Free Rider. Кстати, для кого эта марка еще не знакома, проходите по ссылочке. Недавно мы делали подкаст с ребятами, снимали, обсуждали нашу поездку в Китай на завод. Переходите, будет интересно. Масло в редуктор не заливается, а закачивается с помощью специального насоса, который накручивается прямо вместо крышки на бутылку. Качаем мы через нижнее отверстие до тех пор, пока масло не дойдет до верхнего и не начнет с него течь. В этот момент мы остановимся. После замены масел в картере-редукторе мы через масленки-тоотницы набиваем консистентную смазку. В данный момент шкуворень и затем еще две масленки имеются в рулевом механизме. Смазка используется тоже Криксильвер с маркировкой 2-4С. Она не смывается водой, долго держится. Одна из лучших для данной задачи. Ну что ж, техническое обслуживание наше завершено. Все необходимые операции выполнены. Закрываем капот и собираемся в следующую поездку. Обслуживание мотора заняло около часа. Мы увидели, что никаких проблем мы не встретили. В принципе, процедура не сложная, мы все вам показали. И для тех, кто планирует приобретать такой мотор, причин для беспокойства нет. После 20 часов эксплуатации двигателя мы все проверили. Увидели, что никаких примесей в маслах нет. Ни эмульсии, ни металлических каких-то частиц. Можно и дальше эксплуатировать и пробовать в разных режимах. Будем и дальше эксплуатировать, тестировать этот мотор. Показывать вам результаты. Надеюсь, что с ребятами из клуба Вилхот мы еще выберемся, несмотря на приближающуюся осень, в какой-то поход. Поэксплуатируем на минимальных температурах его. Попробуем экстремальные режимы. Ну и большое спасибо, Вадим, за обслуживание. Всем рекомендуем клуб Вилхот. Обращайтесь к нам, всегда рады обслужить вас к мотору. Всем пока, до новых встреч. Подписывайтесь на канал клуба Вилхот. Следите за новостями и новыми видео. Мотор как часы. Сколько по часов шесть, наверное. Без остановки. Клубер. Катер, мотор, машине открутилось, нигде не звенит. Все работает четенько. Идем уверенно. Навигация у нас хорошая.